Стрельба в центре города. В Махачкале произошел конфликт, который вылился в потасовку и стрельбу. Осторожно, бракованные петарды. О возможных последствиях предупреждают МВД. Представление начинается. На центральной площади Махачкалы ежедневно до 2 января жители и гости столицы могут стать свидетелями шоу-дронов. Накануне на пересечении Махачкалинских улиц Каркмасова и Дахадаева произошел конфликт, который вылился в потасовку и стрельбу. По предварительной версии произошла драка между группой неизвестных правонарушителей и представителями подрядной организации. Были ли это жители улицы Каркмасова, пока неизвестно. В этом разбираются правоохранительные органы. Мэрия Махачкалы официально заявила, что из работников администрации города в конфликте участие не принимал. Прибывшие на место инцидента полицейские для обеспечения общественного порядка потребовали от собравшихся разойтись. Для пресечения агрессивных действий сотрудники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате применения оружия никто не пострадал. Семь активных участников инцидента, не подчинившихся законным требованиям правоохранителей, были задержаны и доставлены в отдел полиции, сообщили в прислужбе МВД Республики. Изъято более 9 килограмм наркотиков и 58 единиц огнестрельного оружия. В Управлении Росгвардии по Дагестану подвели итоги работы за 2021 год. За это время сотрудниками подразделения по региону было осуществлено более 3,5 тысяч оперативных задач. Сегодня в республике есть несколько направлений, которым силовое ведомство уделяет особое внимание. Это проведение режима КТО в одном из районов республики, лагерь мигрантов из Азербайджана в Кайтакском районе, где временно проживает до 170 человек, и оперативные задачи по охране государственных границ. Осторожно, петарды. МВД Республики Дагестана предупреждает об опасности использования пиротехники. Это особо актуально в новогоднюю ночь. Специалисты считают, что самая большая угроза при запуске пиротехники – ее несвоевременный взрыв. И это может произойти по причине брака, истекшего срока годности или неправильного использования изделия. Таким образом, строго запрещено носить петарды в карманах, держать фитиль во время поджигания около лица, применять при сильном ветре и направлять ракеты и фейерверки на людей. Сотрудники полиции просят горожан быть предельно аккуратными и бдительными, и обязательно перед использованием петард, салютов и иной пиротехники ознакомиться с инструкцией. Суперсовременный 3-тесла МРТ-аппарат закуплен для Республиканского онкологического центра Минздравом Дагестана. Новая сверхточная техника теперь позволит визуализировать малейшие изменения внутренних органов. МРТ-диагностика появилась в онкоцентре впервые. До этого здесь имелся только КТ-аппарат. Пациентам центра уже проводятся исследования на новой технике. Для онкологии это имеет особое значение, так как эффективность лечения злокачественных опухолей напрямую зависит от их раннего выявления. Спасатели поздравили малышей с Новым годом. Начальник главного управления МЧС России по Республике Нариман Казимагомедов посетил Центр социальной помощи семье и детям. В праздничной обстановке воспитанникам вручили новогодние презенты, а учреждению подарили оргтехнику. Первое шоу дронов прошло в Махачкале на Центральной площади. Посмотреть показ летательных аппаратов пришли тысячи горожан. Те, кто не успел стать свидетелем грандиозного представления, не отчаивайтесь. Мероприятие будет проходить ежедневно в 19 часов до 2 января. А в новогоднюю ночь шоу пройдет в 23.45. Салют же ровно в полночь. По городу начал курсировать Дедморобус. Эстрадно-духовой оркестр до Госфилармонии и военного оркестра Национальной гвардии выехал на самые оживленные улицы Махачкалы и Каспийска. Популярные новогодние мелодии исполнял десант Дедушек Морозов в джазовой обработке. Все подробности у Лориана Шамхалаевой. Музыкальный маршрут стартовал на проспекте Расула Гамзатова. Два десятка музыкальных дедушек и две снегурочки привлекли внимание прохожих. Махачкалинцы снимали происходящее на телефоны. Кто-то даже подпевало. Проезжающие сигналили в знак приветствия. Акция Дедморобус проходит в республике второй год. И главная ее задача – поднять настроение горожан, говорят организаторы. Проект Дедморобус – это очень интересный, привлекательный проект, который в прошлом году Министерство культуры Республики Дагестан решило запустить. Людям очень нравится цель наша, главное – поднять настроение нашему народу, жителям столицы и гостям. Работаем мы в городе, каждый день мы выезжаем 3 часа, 15.00, и работаем до 17.00. За это время мы успеваем где-то побывать на 3-4 площадках города, где это возможно, удобно нам. Мы могли играть еще до 8-9, дело в том, что в темное время люди играют по нотам, читать очень трудно, поэтому до 5 часов. Многие горожане прогуливались с детьми и остались под впечатлением от талантливого исполнения всем известных хитов. Это очень интересно, такие талантливые Деды Морозы, наверное. Есть у нас еще более талантливые молодежь, которые могли бы представлять вот так вот хотя бы на этой площадке или на площади, у нас же много площадок, и вокруг столько народа, которые так заинтересовались этим мероприятием. Очень приятно. Спасибо большое организаторам. Мне понравилось, как они играют. По дороге вот увидели, как прогуливались, пока едем домой. Дети захотели увидеть, нравится им новогоднее настроение. Я сегодня, например, проходил мимо, но вышел с детьми чуть погулять на аллее. И было приятно, увидев там музыку, концерт, остановился послушать. Честно говоря, приподняло это настроение. Ну, было интересно послушать. Акция «Дед Моробус» продлится в Махачкале до 4 января включительно. Жителей Каспийска музыканты навестят 3 января. Дагестанские олимпийцы побеждают в профессиональных боях. Боксер Альберт Батыргазеев завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF. Триумфатор игр в Токио в четвертом раунде нокаутировал бывшего претендента на пояс чемпиона мира 33-летнего венесуэльца Франклина Манзанилла. Эта победа стала для 23-летнего спортсмена пятой в карьере. Успешно дебютировал в профессионалах серебряный призер Олимпиады Муслим Гаджи Магомедов. Выступая в супертяжелой категории, Махачкалинец во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова